Ну что ж, Сашенька, ты как вообще относишься к экологическим вопросам нашей земли? Для меня это очень больная тема, потому что я хочу, чтобы наша земля как можно дольше сохранила свою экосистему. Я тоже это очень хочу, и вот пообщаться на эти темы, и даже узнать про определенный экопроект сейчас у наших гостей. Мне доведется, я тебе обязательно расскажу. Итак, в нашей студии сегодня Максим Частковский, исполнительный директор «Грин» и Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма». Доброе утро. Доброе утро. Ну что, традиционно рассказывайте, как ваше утро, как настроение? Настроение в Крыму всегда является бодрым и уверенным. Солнечным. Это замечательно, очень радует. Ну что ж, давайте с вами пообщаемся. Вот 18-19 октября стартует фестиваль. Что это за фестиваль? Расскажите, пожалуйста, чтобы мы с телезрителями могли узнать, и кто хочет, чтобы смог посетить. Это фестиваль современной культуры, искусства, призванный вообще его назначение зажечь жителей Алушты, Крыма в таком общем порыве развития города в межсезонье. Вот это очень важно, на мой взгляд. И кроме того, обратить внимание на таких редких животных, которых каждым годом становится все меньше. В основном это очевидно в Африке как раз. И то, что как раз 2019 год назван у нас в Алуште годом Африки, да, в целом это позволит развивать международные отношения, да, с Африкой. У нас, кстати, гостями на фестивале будет в том числе житель Африки. То есть он гражданин Камеруна, Исаак его зовут. Он будет как участник или будет что-то предоставлять? Он будет и как волонтер, и как участник. Он, в общем-то, человек, который будет в национальном костюме. То есть в целом мы привлечем порядка 200 волонтеров со всего Крыма, местных жителей. Также я хотела бы пригласить жителей материковой части России, пусть приезжают в Крым, вот пансионат Море там и другие пансионаты дадут скидку на проживание. Я призываю, кстати, тех владельцев пансионатов, пансионатов из Дравниц, отелей, чтобы они обращались к нам, к организаторам фестиваля Алушта Грин, чтобы, значит, дать скидку приезжающим, да, чтобы развивать наш Крым в межсезонье. Вот. Ну, в целом, конечно, волонтеры, они, кстати, помимо того, что они получают бесплатное такое питание, то есть им будет предоставлено, значит, фудкор, да, это вкусная, здоровая пища. Потом им будут подарены дождевики, футболки, ну, это вознаграждение, да, за участие. Но само участие, оно будет заключаться в том, что волонтеры, это могут быть граждане от 16 лет и старше до бесконечности, да, даже пожилые люди тоже могут участвовать в фестивале. То есть до 16 нельзя? До 16 они могут принять участие, просто, например, так смотреть, да, ну, непосредственно работать с арт-объектами, создавать какие-то скульптуры там из картона, создавать карнавальные костюмы, конечно, для этого. То есть можно будет, да, вот посетители смогут прям своими руками создавать. Мастер-классы, мастер-классы, да. Задача самого фестиваля, то есть показать осознанное отношение к природе через вот современную, через призму современного искусства. То есть каждый человек сможет не только увидеть, но и соприкоснуться, и поучаствовать, и вовлечься. То есть задача, ну, действительно, да, как уже сказалось, это привлечь внимание к окружающей среде, к осознанному отношению, вот тем предметам, с которыми мы соприкасаемся каждый день, но, возможно, как бы, ну, не понимаем, как мы это делаем, да. И вот в этом месте, в эти дни набережная превратится в такой арт-набережная, превратится, немножко там трансформируется, превратится в такое пространство, где каждый сможет увидеть, поучаствовать в чем-то новом. Для Крыма, как мы считаем, для Крыма это очень хорошая точка развития с точки зрения, то есть это международный фестиваль, у нас будет участвовать французский театр, то есть приезжают действительно творческие коллективы, которые исколесили уже не только там Россию, но и известные там участники мирового сообщества. Вот все они на несколько дней погрузят вот всех, и в том числе они сами будут не как, как это принято, театр, то есть театр действия, где происходит там, а мы зрители, здесь все будут погружены, то есть все в одно информационном поле, да, когда театр вместе с вами, когда актеры, они же как бы зрители, и вот это вот все смешается, я думаю, что именно это даст такой толчок. Да, и это, кроме того, уникальная практика для молодежи, понимаете, быть помощником оператора, звукорежиссера, значит, диджея, это работа с мастерами, то есть это там швейное искусство будет показано, значит, кулинарное искусство, да. Хип-хоп, культура что-то, да, я вот изучала видео. Да, то есть это дело, музыка, музыка достаточно интересная, хорошая, с африканскими нотами, и вы знаете, вот это поможет нам по-другому посмотреть на Крым, ведь Крым это уникальный регион, который недооценен совершенно, потому что у нас уникальный горно-морской воздух, ведь многие жители материковой части России, они не знают, что при царской России, значит, сюда люди приезжали лечиться, оздоравливаться в любое время года, и вот то, что здесь можно сделать в Алуште, город мастеров, вообще, да, мусор, вообще, мы все, у нас много мусора, ребята, это не мусор, это деньги, этот мусор надо превращать в активы. А скажите, пожалуйста, вот почему Алушта, то есть почему пал выбор именно на этот город, как-то специально или вот сложились обстоятельства? Да, инициатор всей этой программы Александр Евгеньевич Лебедев, который является почетным гражданином города Алушты, у которого учредил благотворительный фонд, и который как раз выступает инициатором поддержки этого. Это все тесно связано с саммитом, который будет проходить в Сочи, вот буквально через несколько дней после нашего фестиваля. Это тоже впервые Африка-Россия, то есть собирается крупный экономический форум, это саммит, где будут представители там государств, представители крупного бизнеса, и намечается много, ну, много интересных партнерств. Мы привлекаем внимание сюда же, через вот, ну, защиту, так скажем, животных. Ну, и вообще Алушта, история, вот эта предыстория, да, то есть в Алуште уже существует некая арт-набережная из нескольких объектов, известных русских там скульпторов, художников, там, деревянный слон, неоновый носорог, вот сейчас еще жираф появляется. Это все создает задача привлечь внимание раз и сделать из Алушты, ну, некий такой ежегодный фестиваль, привлекая вне сезон, то есть, ну, сейчас есть некая, да, три месяца Алушты и любая там набережная кипит жизнью, но как только наступает там сентябрь, начинает, ну, снижаться загрузка отелей, туризм в меньшей степени, ну, становится привлекательным, местные жители также, соответственно, там, сворачиваются, идут куда-то на зимовку, вот, чтобы вот эта вся история, она, ну, как вот, нитью, то есть это и экологии, и привлечения, и развития, и создания ежегодного фестиваля, на который будут приезжать не только приходить там жители Алушты или там Симферополя, да, а будут прилетать люди со всего мира, потому что им эта тема близка и интересна. Да, как в Бразилии, кстати, знаете, в Рио-де-Жанейро, какие фестивали, так это уже стало национальным, вообще, достоянием, и давайте в Алуште, у нас очень много веселых, интересных людей, которым надо, как говорится, выразить свою творческую энергию, это очень важно, потому что давайте дадим возможность, это как раз в октябре, конец бархатного сезона, горно-морской воздух, уникальный климат, давайте развивать Крым. Это замечательно, я уверена, что люди поддержат наши крымчане, в частности. Вот я так понимаю, что вот у вас четкая, конкретная цель вот на международный уровень, и на ежегодное, да? Да, каждый год должен быть годный, вот, наверное, сейчас Африка, в следующий год, может быть, например, Северная Америка или что-то еще, пригласим индейцев. Пусть они расскажут, как они живут в резервациях. А вот знаете, что мне интересно, вот как вообще появилась идея создать вот такой вот уникальный фестиваль? И вот как, и сама подготовка, как долго длилась? Вот поделитесь. Ну, идея, опять же, от инициатора, от благотворительного фонда, который уже занимается там и несколько лет поддерживает вот тему защиты африканских животных, вымирающих видов. В связи с этим вот была, ну, создана концепция там на Алуште, набережной, куда уже много элементов было вынесено. Ну, и, соответственно, подумали, почему бы не сделать из этого всего. То есть есть уже уникальное место, да, уникальное, ну, туристический такой этот. Необходимо внести туда какой-то вот еще дополнительный элемент. Это и дало толчок, это буквально, ну, идея родилась летом и в очень сжатые, да. Я прошу прощения, время, к сожалению, ограничено, да. Я очень надеюсь, что действительно на фестивале будет много крымчан, и будем развиваться. Это здорово. Я благодарю вас за такую беседу. Приглашаем волонтеров. Да, да, пусть то, что вы принимали участие. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас были Максим Частковский, исполнительный директор фестиваля «Лушта Грин» и Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма». Продолжение следует...